Сегодня президент Молдовы Игорь Дадон отменил указ о распуске парламента страны. Декрет подписал Павел Филипп, глава одного из двух кабинетов министров, которые сейчас действуют в стране одновременно. Оба правительства не признают легитимность друг друга. На сторону кабинета Филиппов стал Конституционный суд, а правительство Майи и Санду поддержали президент и парламент. Это правительство будет руководствоваться уважением основных европейских ценностей. Демократия, человеческое достоинство, свобода, качество, верховенство закона и уважение прав человека. Международные организации и другие страны считают легитимным новое правительство во главе с Майи и Санду и призывают стороны к диалогу. Представители Демократической партии и Молдовы правительство не признали, но согласились на переговоры. Мы думаем, что решение может быть найдено, особенно если этот призыв к диалогу рекомендован нам нашими международными партнерами. Как заявил украинский МИД, особое беспокойство соседей вызывает возможная федерализация Молдовы с предоставлением расширенных полномочий Приднестровью, контролируемому сепаратистами и поддерживаемому Москвой. Такой вариант, по словам российского вице-премьера Дмитрия Козака, предложил лидер молдавских демократов Владимир Плохотнюк. Он также, как утверждает российский вице-премьер, выступил за радикальную смену внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву. Когда в стране не работают государственные институты, когда страна уже долгое время топчется на месте и не движется вперед, так вот и левых, и правых настолько эта ситуация стала очевидной, что они просто решили выдавить из власти виновников того, что происходит со страной. А виновники того, что происходит со стороной, это очевидно, демократическая партия и ее лидер Влад Плохотнюк, потому что именно они за последние три года захватили абсолютно все институты государства, использовали эти институты в своих целях и фактически превратили Молдову в серую зону между Западом и Востоком. В 2017 году Молдова перешла на смешанную избирательную систему, при которой одна половина депутатов парламента выбирается по партийным спискам, а другая по одномандатным округам. Тогда реформу подвергла жесткой критике Венецианская комиссия Совета Европы. Сегодня глава парламентской фракции социалистов Владимир Батрынча заявил, что парламент готов обсудить возвращение к прежней пропорциональной системе выборов. Александр Касаткин. Настоящее время.